Бойцы, спустя год мы снова едем в Европу. Нам предстоит сложное многокилометровое путешествие, и я хочу, чтобы вся команда работала как часы. Микроб, не ломаться. Камеры, не теряться. Дроны. К вам пока претензий нет. Ну, если все готовы, то, как говорится, let's go. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и, как вы, возможно, уже догадались по моему внешнему виду, я сейчас в самом конце маршрута. Я намотал 5000 километров, и это в одну сторону и проехал 7 европейских стран. И в одну меня не впустили. В общем, это видео об автомобильных путешествиях и о маленькой части того, что можно увидеть в автомобильном пробеге по Европе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а перед тем, как мы начнем бороздить европейские просторы, несколько новостей из моей студии. Во-первых, у меня пополнение в коллекции номерных знаков, включая номера «Всё сам» и кастомные номера «Птухер» из Вирджинии. Ну, а во-вторых, золотая кнопка. Она, наконец, доехала и заняла свое почетное место на полке. Кроме нее, в студии наравне с техникой хранится много ценного для меня барахла, включая титул лорда, медали от сенатора США «Эрлая Решки», подарки от исламской полиции, шапку из Японии и ту самую картину. Я уехал почти на месяц, а все это добро теперь защищает партнера этого выпуска охранная система ЯКС, которая теперь стоит у меня в студии. Это профессиональная беспроводная система безопасности, которую можно установить самостоятельно за 30 минут. И, как Брюсси, могущий в мобильном приложении, ставить и снимать объект с охраны и следить за помещением из любой страны мира с помощью подключаемой видеокамеры наблюдения. Ну а в случае чего – сжать тревожную кнопку. У меня стоят датчики движения, а на дверях и окнах датчики открытия. И если вдруг кто-то решит зайти в гости без спроса, то в приложении придет пуш и уведомление, а в студии сработает сирена. Систему также можно сдать на пульт. Тогда за несколько минут приедет служба охраны. Аякс также может сигнализировать о пожаре, прорыве трубы. Это все не дай бог, конечно. Но Береженова, сами знаете что. По ссылке в описании вся информация о системе, а также 10% скидка. Мелочи приятны. Давайте начинать. У меня не было задачи сделать подробный рассказ о странах. Этот выпуск – это скорее жмых Балкана Адриатических интересностей. В каждой стране я буду выбирать одно место, которое мне больше всего понравилось, и отмечать его вот таким вот значком. Правила очень простые. Не заезжаем в столицу, смотрим только те места, в которые можно добраться на автомобиле, и снимаем все, что попадает в объектив камеры. Забегая вперед, расскажу, что попало много, поэтому это обзор сразу с 7 стран в одном видео. Все, что я снимал в течение двух недель, вы сможете увидеть в ближайшие полчаса с хвостиком. Короче, если вы любитель автомобильной романтики, то вам сюда. А если нет, мы заставим вас полюбить эту х**му. Я большой фан автомобильных путешествий. С моей турбобричкой мы проехали 18 стран, и я могу с уверенностью сказать вам, что автомобильные путешествия – это очень и очень круто. Это возможность самому выбирать маршрут, заезжать в места, в которых ты бы вряд ли побывал, и проехать за одну поездку сразу несколько стран. Это значит, что ты можешь проснуться в Румынии, а заснуть в Болгарии, позавтракать в Албании, а пообедать в Черногории, встречать рассветы и закаты в разных местах, и просто наслаждаться видами за окном. Для поездки можно выбрать любую тачку – седан, универсал, джип, вот этого монстра, или кабриолет. Тогда ты получаешь отличные виды, ветер в лицо и загар а-ля «Я у мамы дальнобойщик». В общем, в автомобильных путешествиях есть место романтики, красотам, приключениям, интересным встречам, и все это будет в этом выпуске. Так что давайте начинать. Так как мой маршрут проходил через Западную Украину, то я решил заскочить в пару красивых мест, которых никогда не был. Первым стал Камнец-Подольский, с его средневековым замком, построенным больше семи веков назад. Ну а после этого черновцы с их главной достопримечательностью – украинским Хогвартсом, зданием Черновецкого университета, который построил тот же архитектор, который в свое время возвел Венскую оперу. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО и первая рекомендация на маршруте. Если будете неподалеку, и университет, и сами черновцы, которые оказались очень красивым городом, однозначно заслуживают внимания. Черновцы, конечно, удивили. Я такого не ожидал. Я переночевал в городе, а рано утром выехал на границу. Кроме пасторальных видов деревушек, сена и аистов на каждом фонарном столбе, Румыния для водителя – это гужевые повозки. Они вот тупо везде. На дорогах ты их слегка ненавидишь, а в пробках слегка им завидуешь. Для меня же Румыния стала местом первой, но не последней встречи с полицией. А дело со легким предупреждением. Для того, чтобы не повторять моих ошибок и не встречаться с полицией в своих путешествиях, вот вам короткий свод правил, как не облажаться на чужих дорогах. Не гонять, покупать виньетки, всегда включать ближний свет, всегда платить за парковку. И если чувак на местных номерах притормаживает, он, скорее всего, что-то знает, так что лучше делать, как он. Собственно, это все. Теперь к интересным местам в Румынии. Многие приезжают в эту страну ради замков. Наверное, самый известный – это замок Дракулы-Бран, который находится в Трансильвании. Но все это немного скучно, поэтому для меня главным местом в Румынии был и остается Трансфа-Гараж. Это невероятной красоты трасса, проходящая через румынские Карпаты, которую британское шоу Топ Гир в свое время назвало самой красивой дорогой в мире. На моем канале есть отдельный выпуск про Трансфа-Гараж, поэтому я не буду застрять на ней внимание. А мы с вами движемся в следующую страну. В Болгарии жила Ванга, и это старейшая европейская страна, название которой не изменилось с датой ее основания. Еще здесь дофига роз. Страна производит половину мирового розового масла для фармацевтики и парфюмерии. Болгария знаменита в первую очередь своим черноморским побережьем, но здесь есть и другое, в своем роде уникальное место в самом центре некогда социалистической страны. Я согласен, место может показаться довольно странным, но это же мой список. Этот необычный памятник, прозванный в народе болгарским НЛО, в советские времена был святыней местной коммунистической партии. Его строили, что называется, всей страной. Большинство денег было собрано от пожертвований простых болгар. Памятник сейчас полностью разграблен. Почти все элементы облицовки, которая была здесь из драгоценных камней и металлов, включая золото и серебро, украдены, а сам монумент в достаточно плачевном состоянии. Я очень давно хотел попасть сюда, но немного опоздал. Все входы внутрь заколочены, а с прошлого года у здания круглосуточно дежурит полиция, поэтому все, что я могу показать вам, это несколько старых фотографий. Примерно вот так памятник сейчас выглядит изнутри. Большинство жителей Болгарии, которые родились после 89-го года, мало что знают об Узлудже. Место, в которое раньше приезжали со всей страны, теперь почти безлюдно. Ну, во всяком случае, лошадей здесь в разы больше, чем иностранных туристов. Но в Болгарии можно посмотреть не только на памятники коммунистического прошлого. Я приехал в район села Стоп, чтобы поснимать местную достопримечательность. Стопские пирамиды — это такой необычной формы колонны, образовавшиеся в местных горах из-за эрозии дождей. Выглядит все это довольно круто, но сама деревня в итоге запомнилась гораздо сильнее, чем пирамиды. Все потому, что я совершенно случайно, как это обычно бывает в поездках, попал на какой-то сельский праздник. Блин, я обожаю такие сельские праздники. Тут прям своя атмосфера, но очень клево. Ну, а в деревнях, как вы понимаете, если праздник, то гуляют все. Из развлечений здесь лысый парень на Йонике, FIFA 87, естественно, со зрителями, и лунопарк, естественно, с силомером Бугай. Короче, все как у нас. Специально я бы в жизни не приехал в эту деревню, но случайно оказавшись здесь, я прям кайфанул от людей в традиционных костюмах, фактурных бабушек и вообще местных жителей. Словно на полчаса я сам им стал. Второй раз я попадаю на подобное спонтанное мероприятие, и второй раз я просто в безумном кайфе. Это как будто тебе на полчасика распахнули калиточку другой жизни, ты в нее попал и почувствовал себя гражданином чужой страны, ну не своей, и вообще другого города, села. И ты реально на полчаса становишься жителем. Фантастика. Ну и это, конечно, очень большой плюс автомобильных путешествий. Еще один плюс автомобильных путешествий – это возможность выбирать гостиницы не в крупных городах, а в любом пригороде, где номер стоит на порядок дешевле. За время моего путешествия побывал, наверное, в десятки гостиниц в разных странах, всегда снимал жилье по такой схеме, и должен сказать, что именно в Болгарии я снял один из самых удачных номеров. Он стоил всего 35 долларов, но это были довольно просторные хоромы со всеми удобствами и небольшой террасой. Следующая страна на маршруте, к границе которой мы сейчас как раз подъезжаем, это Македония. А, сорян, я, по-моему, уговорился. Давайте сейчас объясню. Официальное обозначение страны с 93-го года – бывшая Югославская республика Македония. Но это не единственная Македония, которая существует в мире, потому что Македония – это также geografическая область Македония, древнее государство Македония, историческая провинция Македония в Греции и перинская Македония Болгарии. Короче, Македоний в мире много. В общем, очень легко можно запутаться, но это еще не все. Использование термина Македония привело к теркам с соседней Греции, где это также название провинции. Македония даже судилась через Гаагский суд с Греции за право использовать этот термин. Короче, это все больше похоже на спор каких-то двух компаний, по поводу торговой марки. Но самое главное, что 12 февраля 2019 года Республика Македония официально была приименована в Республику Северная Македония. Короче, теперь эта сторона называется Северная Македония. Смотрите, не перепутайте. Так, ну теперь, когда с названием разобрались, давайте переходить к трем клевым местам, которые мне удалось посмотреть в этой стране. Первое, это каньон с лихим названием Матка, который находится рядом со столицей страны, городом Скопье. Здесь довольно живописно, бирюзовая вода, несколько достаточно глубоких пещер, есть вся необходимая инфраструктура. Единственный недостаток, место очень популярное и народу здесь обычно много. Но на автомобиле в Северной Македонии можно найти и более уединенные места. Для этого направляемся в горы. Крушево это самый высокогорный город Северной Македонии и один из самых высокогорных на всех Балканах. Он находится на высоте 1350 метров над уровнем моря. Здесь чистейший воздух, узкие улицы и немного туристов. Удаленность от цивилизации дает этому городку несколько очков форы. В Крушево время течет значительно медленнее, чем в остальной Северной Македонии. Кроме самого города здесь можно посмотреть на необычную скульптуру Македониум, которая очень выбивается из общего ландшафта. Несмотря на то, что памятник выглядит довольно футуристично и современно, он был построен более 40 лет назад. В общем, милейший на самом деле оказался городишко, и я даже не знал, что в Македонии существуют места, подобные этому городу. Крушево – классное место и моя рекомендация. Отчасти потому, что если вдруг вы будете в Северной Македонии, то в следующем месте, которое собираюсь показать, вы точно побываете. Охрид – это, наверное, самая узнаваемая локация в Северной Македонии. Это город, расположенный на берегу Дноименного озера. И так как у страны нет выхода к морю, это, пожалуй, самый главный курорт. Здесь нереально прозрачная вода и почти морские закаты. Что касается города, здесь есть на что посмотреть. Охрид и Охридское озеро в списке ЮНЕСКО. Главная точка находится здесь, и это церковь. Первый раз в жизни я встал в 6 утра, чтобы заснять церковь. Ну, когда-то это должно было бы случиться. Это, пожалуй, самый известный вид Северной Македонии. Я не знаю, как начать специально прилететь в эту страну, но, как одна из точек на маршруте, Северная Македония вполне себе ок. Следующей стороной в моем списке должна была быть частично признанная республика Косово. Но на границе возникли, так сказать, определенные сложности. Показать Косово вам, к сожалению, не получится, потому что в Косово, как оказалось, нужна виза. Виза Косово или шенгенская виза. Ни того, ни в нем находится, ради него я, собственно говоря, ехал туда. Это необычное здание, это здание библиотеки Косово, и оно входит в список самых уродливых зданий в мире. Я тоже не знал, что такой список существует, но однако он есть. Итак, самые уродливые здания в мире. Это не прикол, а реальный список, составленный авторитетной британской газетой Daily Telegraph. В списке присутствуют здание бостонского муниципалитета, небоскреб 432 Парк Авеню в Нью-Йорке, здание центрального телевидения в Пекине, довольно странный китайский особняк Фан Юань, грустный слон в Бангкоке, немного выбивающийся из ансамбля Дуома и Ласкалы Тера Веласко в Милане, северокорейская гостиница в Пхеньяне, Selfridges Building в Бирмингеме и, наконец, та самая библиотека в Приштине, столице Косово. С этим списком, конечно, можно поспорить, но мы не архитектурная программа, поэтому не будем. Тем более, что впереди очень и очень красивая страна. Да, это Албания. И я не соврал вам насчет красоты. Албания – это одна из самых бедных стран Европы. На границе здесь до сих пор продают CD-диски, а машину можно помыть за 2 евро. Но это не мешает ей иметь потрясающие по красоте места, о которых многие практически ничего не знают. Вообще, эта страна сильно недооценена, и в ближайшие несколько минут я постараюсь доказать вам это. Приезжая в Албанию на машине, ты ожидаешь увидеть не самые лучшие дороги, но это оказывается всего лишь ожиданием, и дороги здесь на самом деле хорошие, есть весьма красивые. Тут засилье мерседесов, они здесь вот на каждом шагу. Ощущение, что если албанец не купил мерседес хоть какой-нибудь, он как бы вообще не мужик. Ставший мемом в 90-х албанский язык породил интересные топонимы. Здесь есть деревни Штож, кто ж, и наконец село Борщ, сфотографироваться возле которого часть обязательной программы посещения страны. Албания это страна с длинным коммунистическим прошлым, из-за него здесь долгое время была запрещена вообще любая религия, и возведены десятки тысяч бункеров, которые можно найти и по сей день. Отчасти из-за прошлого режима в стране хорошо сохранились только два старых города, которые я вам сейчас покажу. Первый это Берат. Его часто называют городом тысячи окон. Окон в каждом доме здесь реально много, и они все примерно одного размера. Из-за этого чисто визуально кажется, что город состоит из окон, а не из стен. Здесь есть очень хорошо сохранившийся район с традиционными балканскими домами 19 века и старой крепостью на горе. Берат находится под защитой ЮНЕСКО, как и второй не менее уникальный албанский город – Киракастра. В городе ведется какая-то реконструкция, но в целом он выглядит таким, как будто его оставили на пару столетий, и никто им не занимался вообще. Ну что прикольно, ну вот людей как бы, ну они есть какие-то туристы, но абсолютная тишина. Оказавшись в Киракастре, ты чувствуешь какую-то аутентичную атмосферу, не слишком избалованного туристами города. Можно довольно долго гулять по местным узким улицам и почти никого не встретить. Город очень круто сохранился с атаманских времен. Здесь можно даже зайти внутрь фамильных домов и посмотреть на интерьеры, которым три сотни лет. Конкретно в этом доме 64 окна, 44 двери, 6 туалетов и терраса с вот таким вот видом. Давайте вернемся к Албании через минуту, а пока еще один автомобильный лайфхак. Чтобы доехать в Европу на машине, обычно нужно потратить несколько дней на дорогу, и я понимаю, что этот вариант, возможно, подойдет не всем. Кто-то просто захочет прилететь в Европу, что значительно быстрее, и уже там на месте взять в аренду автомобиль. Куда бежать? Где искать самые лучшие варианты? Заходите на сайт или скачивайте приложение Economy Bookings. Это сервис поиска самых выгодных предложений по аренде машин. Вбиваете страну, которую хотите посетить, и даты. В фильтрах выбираете цену, место получения, типы комплектации автомобиля. Здесь есть даже рейтинг прокатных компаний. Система сама ищет самые лучшие приложения во всех известных сервисах автопроката, и уже через 20 секунд вы можете их сравнить и выбрать для себя оптимальный автомобиль. Заполняете всю информацию и ждите подтверждение. Оно обычно приходит довольно быстро. Классно еще и то, что Economy Bookings часто сами дают скидку на аренду, то есть бронировать через них зачастую выгоднее, чем напрямую на сайте компании. В общем, проверьте все по ссылке в описании и от действующих выгодных цен получите еще минус 5 процентов. Совершенно очевидно, что любителей истории среди нас не так много, как любителей моря. И в Албании их целых 2. Адриатическое и ионическое. Вот то, что вы сейчас видите на заднем плане, это уже греческий остров Корфу. Туда, кстати, ходят паромы. То есть здесь есть курортные города, пляжный отдых и вообще вся эта традиционная солнечно-загарная история. Но так как этот выпуск больше про автомобильные путешествия, меня интересовало не столько пляжничество, сколько красивые дороги вдоль побережья. И такие в Албании тоже имеются. Самое известное это Лагарапас, лагарская дорога. Это не самая красивая дорога в мире, но по относительной высоте, наверное, одна из самых высоких. По ощущению высоты кажется, что ты летишь на небольшом биплане. Ну то есть вот настолько высоко. Дорога скручивается в повороты, поднимаясь в пике на 1027 метров. И когда ты доезжаешь до самой верхней смотровой площадки, понимаешь, насколько вообще высоко ты забрался. Короче, езда по Лагарапас получается довольно зрелищной. Неподалеку есть еще одно интересное место и довольно редкий геологический объект. Блю Ай. Это карстовый источник, вода в котором идет из-под земли под большим давлением. Ее температура круглый год не меняется, около 13 градусов. Каждую секунду из-под земли здесь выходит около 6000 литров воды. Из-за тени не очень видно, но цвет воды здесь ярко-ярко-голубой. В общем, это карстовая воронка. Ее разведанная глубина 50 метров. Именно на эту отметку спускались дайверы. Насколько глубокая она на самом деле, не знает никто. Может быть 200, может быть 300. А самая глубокая карстовая дыра вообще в мире более 600 метров. Прыгать сюда можно смело, дно ты точно не нащупаешь. Что многие и делают. Если говорить на чистоту, то я вообще подофигел от того, какие места есть в этой стране. Ну вот правда. Ты как бы едешь в страну, которая называется Албания, простите, без каких-либо ожиданий вообще, в принципе. Но, блин, она удивляется. Мне кажется, что у этой страны есть все шансы победить в номинации открытия года. Лично мое. Но это не все, что я хотел показать вам в Албании. Здесь есть место, которое удивило меня больше остальных. И, честно говоря, я вообще не подозревал о существовании подобных пейзажей в Албании. Да, здесь есть свой национальный парк. Он не очень большой, но посмотрите, как здесь чертовски красиво. Единственный нюанс, так как это все-таки Албания. В этом национальном парке нет нормальных дорог. Я доехал до этой точки. А дальше мне все говорят, крутят пальцем виска, говорят, не едь на машине, потому что дороги нет. И ты должен оставить машину здесь. И спускаться в долину уже на специальном транспорте. Специальный транспорт не обошелся 30 евро в одну сторону. За эти деньги ты едешь по очень живописной, но очень стрёмной и убитой дороге. Но это совершенно не важно, потому что ты едешь на чужой машине. И едешь, надо сказать, очень долго. После полутора часов спуска со скоростью 8-10 км в час, ты понимаешь, насколько вообще это изолированное место. Полтора часа жесткой тряски, и мы на месте. Деревня Тец, находящаяся внизу и отрезанная от цивилизации, это неплохое место для городского детокса. Здесь немного людей, чистая вода и потрясающие виды. Что же касается Албании, то мне кажется, что это немного недооцененная в туристическом плане страна, потому что кроме побережья Ионического и Адритического моря, она имеет гораздо большее. Например, Тет. Албания вообще далеко не идеальная страна, но я получил здесь гораздо больше, чем ожидал. Отчасти поэтому Албания для меня одно из открытий 2019 года. И это прям рекомендацион. Перед тем, как продолжим, давайте немного осмотримся. Итак, мы проехали 4 страны и наконец-то выехали к Адриатическому морю. Так что морских пейзажей теперь, по идее, будет побольше. Во всяком случае, в Черногории, куда мы отправляемся дальше, с ними точно нет проблем. Это крохотная с населением меньше миллиона, и очень молодая страна. Она стала полностью независимой только в 2006 году. Я думаю, что многим из вас Черногория хорошо известна, поэтому пройдемся по самому интересному. Черногория – страна, в которой туризм развит очень сильно, и до последнего времени рос на 8% в год. Так что смотреть здесь есть на что, особенно благодаря отличному побережью и неплохим курортам, как, например, Свети Стефан. Это такой небольшой остров с кучей гостиниц, где в свое время отдыхали Мэрилин Монро, Софи Лорен, Клавдия Шифер и Сильвестр Сталлоне. Отдыхали не в одно время. Цвет воды здесь прямо вау. Самый известный курорт страны – это Будва. Весьма тусовочный и довольно пляжный. Здесь, как и полагается, есть красивый старый город с башней и таракотовыми крышами, и современный, с гостиницами, яхтами и прочей пляжной историей. Не считайте меня орнитологом, но Черногория – это одна из немногих европейских стран, где можно увидеть розовых фламинго. Они водятся на слончаке, название которого я не могу произнести, простите. До него можно доехать на машине, но потом нужно пересесть на велик и пилить несколько километров. Но фламинго там точно есть, проверено. Ландшафты другого края страны, до которого, правда, ехать всего лишь два с половиной часа, сильно отличаются от побережья, но здесь по-прежнему красиво. Сюда едут в основном ради каньона Тара, это самый глубокий каньон в Европе с неплохим рафтингом, и очень красивого старого арочного моста с зиплайном. Место действительно очень зачетное. Но это был всего лишь разогрев перед самым главным хитом Черногории. Городом, который в 2019 году был включен в список 15 лучших туристических направлений в Европе. Ну, если что, в свой личный список я его, конечно, тоже включил. Это Катор. В Каторе есть здоровенные крепостные стены, пальмы, и, конечно, старый город, который местами очень напоминает Венецию, что, в принципе, логично, потому что Катор долгое время находился под управлением Венецианской республики. В старом городе много котов и, наверное, еще больше русскоговорящих туристов. Как у любого уважающего себя объекта ЮНЕСКО, у Каторок, конечно же, есть старая крепость на горе с тупо лучшим видом, на которую любой уважающий себя приезжий обязательно должен забраться за 8 евро. Я тоже решил попробовать, и через 30 минут подъема под дикой жаре единственные слова, которые я мог выговорить... Это просто капец. Короче, я забил, но благодаря тому, что у меня есть дрон, вы по-прежнему можете посмотреть, как выглядит этот адовый подъем, сама крепость и вид с вершины на город и залив. Вид вот действительно невероятный. Но в Катор есть смысл приезжать не только ради стен старого города, но еще и ради местной достопримечательности – Каторского серпантина, по которому я сейчас проеду. Единственное, я решил проехать его наоборот, так что начинаю я здесь на высоте 900 с лишним метров и спускаюсь вот туда вниз, прямо к Катору. Крутой вариант трассы, которая гораздо круче выглядит живую, нежели на видео или на фото. Вот прям она кайфушечная на каждом повороте. Быстро поездить по этой трассе не удастся, но она и не для быстрой езды, она для удовольствия. Покататься здесь можно не только по горному серпантину, но и по Каторской бухте. Это крупнейшая бухта на Адриатическом море. В шутку ее называют самым южным фьордом Европы. Здесь есть несколько очень милых небольших городов, например, Пераст, и очень живописная дорога, которая огибает всю бухту. В общем, в Катор можно приезжать на несколько дней, кататься по всем этим горным серпантинам, кайфовать, красоты здесь действительно много, и вообще прикольно здесь, правда. Вечером Катор, это такое бюджетное озеро Кома. Вот кроме шуток, местами очень похоже. Я провел здесь пару дней и получил настоящее удовольствие от этих мест. Чего не скажешь о моей тачке, но это выяснилось не сразу, а недели позже уже в Италии. Короче, единственная проблема этих горных спусков, это то, что после них у меня закончились тормоза, ну то есть просто их не стало. Но за один час и за 100 евро мне их сейчас поменяют. В общем, итальянцы тормоза мне поменяли, но суппорта не смазали, но в следующий день колодки стали перегреваться и жутко скрипеть. Ну а что с них возьмешь, итальянцы? Поэтому в Швейцарии мне пришлось заплатить еще 50 евро за то, что мне их смазали. Но это все было чуть позже, а пока я направляюсь в Боснию-Герцеговину. Большой плюс автомобильных путешествий в том, что очень многие места можно посещать по дороге. Ну вряд ли кто-то из вас специально полетел бы в Боснию-Герцеговину. Но если она по пути, то почему бы не заехать? Заехал я сюда ради города Мастар и его визитной карточки фантастически крутого старого моста, который здесь находится. Теперь самое интересное. Этот мост был построен в 1567 году. Ему 427 лет. Ну в общем ему было 427 лет, потому что в начале 90-х, во время Хорвато-Боснийской войны, этот мост был разрушен хорватскими войсками. И то, что вы видели, это всего лишь очень точная копия того моста, который стоял больше 400 лет. Следы той войны до сих пор видны на многих зданиях Мастаре. Мастар показался мне очень интересным городом, и я бы с удовольствием провел бы там чуть больше времени. Но я решил, что лучше показать вам еще одно очень красивое место в этой стране. В Хорватии ощутимо больше машин, людей, больше пробок, ну и, соответственно, ты тратишь гораздо больше времени, чтобы куда-нибудь добраться. Гостиницы и жилье тут подороже, чем в соседней Черногории, а пограничники чуть злее. Вот честно, меня так никогда в жизни не обыскивали, как на хорватской границе, перевернули вот тупо все. Хорватия, бесспорно, очень красивая страна, а количество объектов культурного наследия здесь одно из самых больших в Европе. Здесь есть Дубровник с его старым городом, находящимся под защитой ЮНЕСКО, и переживающий некий туристический бум из-за того, что здесь снимали Гру Престолов. Город Стон и его Стены. Это второе в мире по длине фортификационное сооружение, которое сохранилось до наших дней. После Китайской Стены, конечно. Римский амфитеатр в Куле. Это шестое повеличение амфитеатра в мире и единственный, где усилили все три архитектурных ордера. Сейчас он используется как концертная площадка, на которой в разное время выступали «Нуча на повороте», «Джами Реквай» и даже группа «Фу Файтерс». Есть еще, конечно, сплит и вообще много чего, но вот честно, в какой-то момент у тебя происходит передоз старых городов в организме, потому что вот допросят меня знатоки, и они все очень похожи друг на друга. И давайте будем честными. Ну вот кто приезжает в Хорватию ради культурного наследия? Все приезжают за этим, этим и вот этим. Некоторые еще приезжают ради водопадов и озер, которые здесь тоже есть, но большинство все-таки ради моря. И оно здесь, конечно, клевое, как, в принципе, везде в Адриатике. Но у Хорватии в рукаве есть один козырь, и это острова. Их здесь больше тысячи. В основном это маленькие необитаемые острова, но из них 47 населены и являются курортами. На эти острова ходят паромы, то есть заехать можно даже на автомобиле. Но я решил свой оставить, купил билет и налегке загрузился на паром. Три часа в море с одной остановкой, и ты на одном из хорватских островов, который называется Корчелло. На Корчелле есть все атрибуты материковой Хорватии. Старый город, башня, терракотовые крыши. Но есть и уникальный элемент. Это традиционное островное разгильдяйство. Такая атмосфера легкого безделия и расслабленности во всем. Я приехал сюда не просто так. Дело в том, что здесь в компании друзей отдыхает диджей-модель Даша Малыгина. Парни, если вы до сих пор не подписаны на инстаграм Даши, я вам даже завидую. У вас впереди очень много интересных часов. Но давайте напросимся к ней в гости и посмотрим, как выглядит островной отдых в Хорватии. Привет! Добро пожаловать! Компания, в которой мы сегодня проведем вечер, состоит, собственно, из Даши, Пети, Паши и ретривера Индии. Это его нерабочая сторона, вот эта рабочая. Ребята приехали в Хорватию на машине. Мое первое автомобильное путешествие. И для меня всегда было очень странно тратить свое время на полет. Мне больше всего это раздражало, что ты 9 часов должен куда-то лететь и тратить свое время, хотя ты можешь успеть столько всего сделать за это время. А на тачке вообще по-другому. То есть ты столько всего видишь, ты все пролетаешь и ничего не видишь, кроме неба. А когда ты едешь на машине, ты видишь разных людей, разные страны, города. И это суперинтересно. И я фанатка теперь автопутешествий. Теперь, я думаю, что каждый год мы будем так ездить. Ребята сняли себе виллу в уединенном уголке острова, которую Даша с хозяйского плеча сейчас покажет. Привет, меня зовут Даша Малагина. Это программа «По домам». Это наша гостина. Я вообще сняла эту виллу из телескопа, который, как казалось, не работает. И сначала мы открутили там какие-то штуки, потом нам сказали, что он сломый, и моя подружка, которая занимается, очень увлекается космосом, сказала, что он полный дебил, и вообще не той стороной его поставил. Вилла стоила примерно 180 евро в сутки. До ближайшей соседей здесь довольно далеко. Есть собственный спуск к морю, такой небольшой пляж, дофига комнат, терраса и прочие изыски. Но самым главным компонентом в случае ребят стал не отличный вид на море, а как это иногда бывает, гостеприимство. Короче, мы вообще собирались здесь, на этом острове Икорчуло, остаться всего на два дня. Но когда мы сняли этот дом, мы решили, что мы будем здесь. Остались на 10 дней в итоге. И владельцы оказались такими клевыми, они встретили нас. Мы им позвонили, говорим, мы приехали. Они такие, да, мы не знали, что кто-то забукировал этот дом, сейчас мы будем через минуту. А вы типа первые? Да, мы первые. Они приезжают через минуту, девушка выходит из тачки на ходу и такая, привет, вы наши первые гости, поздравляю. И мы такие, блин, клево. И в итоге они о нас здесь так заботятся, они приготовили нам фантастический ужин. Сейчас мы улетали в Москву, они поменяли колеса на нашей тачке. И они супер классные, и мы очень сильно с ними угораем. И мы продлили на 10 дней, хотя вообще не планировали здесь быть, и нашли какую-то свою маленькую деревню, откуда не хочется уезжать, а здесь супер. С радушными хозяевами я тоже познакомился, когда они предложили бахнуть с ними раки. Это такая очень крепкая хорватская настойка на травах. Ну, это если описывать ее красиво, а если говорить прямо, то это местный самогон. Я не хочу оценивать его вкусовые качества, но могу сказать, что он очень положительно повлиял на атмосферу вечеринки. Слушайте, ну такая Хорватия мне нравится. А самое крутое в этом месте, что здесь просто идеальный закат. Эта вилла, она находится как раз по точке движения солнца, и садится солнце прямо напротив тебя. Ну, в общем, это какой-то отдельный анклав. Здесь Хорватия в Хорватии, короче. В этой поездке у меня вообще не складывалось с сансетами. Я встречал их за рулем, как обычно в дикой спешке, и просто мечтал о закате в спокойной обстановке и хорошей компании. И в этот вечер, наконец-то, впервые за несколько недель я был на берегу моря, в очень красивом месте, с прекрасными ребятами, раке, еще и перед закатом. В общем, пазл, наконец-то, сложился. Я не могу сказать, что Хорватия – это прямо вот моя страна, но благодаря этому вечеру, закату, ребятам, я еще раз убедился, что любая страна может стать твоей. Главное – это найти в ней свое место. И, честно, глядя на этих троих, я могу точно сказать, что Даша, Петя и Паша его в Хорватии точно нашли. Ну, а благодаря им и немного раки на один вечер его нашел и я. И это был чертовски крутой вечер, хочу вам сказать. Мы сейчас под Миланом. Где именно, я не знаю. Знаю, что до озера Кома здесь 20 минут на машине. Именно здесь, в этой точке, я решил закончить свой большой автомобильный пробег, вернее, первую часть, для того, чтобы нормально выспаться и хотя бы немного отдохнуть. Вообще, вся эта поездка выдалась гораздо сложнее, чем, наверное, предыдущая, потому что я никогда в жизни не снимал столько мест одновременно. Но я очень рад, что поехал, потому что вот сейчас, по прошествии двух недель, я могу с уверенностью сказать, что автомобильные путешествия очень кому-то заряжают мозги. Мне это было нужно. И, возможно, поэтому я меньше говорил в этот раз, потому что я больше думал. Но вообще, автомобильные путешествия это очень круто. И попробуйте, если вы не пробовали. Но глобально совершенно не важно, на чем вы путешествуете, важно, делаете вы это или нет. Так что путешествуйте, оно того стоит. Сейчас немного отдыха. Он нужен. И ему, и мне. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok